Как вы думаете, о каком факте почти никто не знает? У голубей больше боевых медалей, чем у лошадей, собак или мулов. Если птичка калибри не будет есть хотя бы час, то она может умереть от голода. Ей необходимо питаться нектаром каждые 15-20 минут. Единственное исключение из правил – ночь. В темное время суток они впадают в состояние, называемое торпор, которое похоже на спячку медведей. Они делают это каждую ночь. Снижают температуру тела, частота сердечных сокращений уменьшается с 1200 ударов в минуту до менее 100, а почки отключаются, чтобы они не умерли от обезвоживания. До рождения две из четырех камер сердца ребенка не используются. В утробе матери нет необходимости перекачивать кровь без кислорода в легкие, поскольку легкие еще не дышат воздухом и не поставляют кислород. Весь кислород поступает из пуповины. Таким образом, две камеры, отвечающие за передачу крови в легкие, из легких, а это очень большая часть сердца, не выполняют свои функции. То, что культивированные кусочки мозгового вещества всегда пытаются вырастить глаз. Расскажи, пожалуйста, подробнее, лол. Иногда при выращивании мозга в клеточной среде у него начинает развиваться глаз. Это не похоже на то, что мозг живой и он хочет себе глаз, или он ему нужен. Скорее ситуация похожа на ту, когда ты выращиваешь клетки растений в среде, и у них всегда начинают развиваться корни и листья. Буантропия. Это психологическое расстройство, при котором человек считает себя коровой и пытается прожить свою жизнь как корова. Медики предполагают, что одной из причин является поздняя стадия сифилиса. Охеренно. Ежегодно в мире от бешенства погибает около 60 тысяч человек. На сегодняшний день известно только о 14 случаях выздоровления после появления симптомов этого заболевания. Ханс Циммер был клавишником в песне Video Killed the Radio Star. Да ладно, надо будет пересмотреть этот старый клип, я обожаю Ханса Циммера. Бонусный факт, этот клип группы The Buggles был также первым клипом, показанным на MTV. Дружочек, полезная инфа. Хочешь одеваться стильно и недорого? Тогда рекомендую тебе годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала. В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам. Редкие эксклюзивные модели, которые ты сейчас нигде не купишь. Либо потратишь в 3 раза больше. У хаслов на сайте только реальные отзывы покупателей. И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошел, просто возвращаешь обратно. Для наших подписчиков хаслы предоставили промокод Upvote, который дает скидку 30% на все товары. Уже тысячи людей закупились по нашему промокоду. Не переплачивай и трать деньги с умом. Ссылочка в описании. Продолжаем. Популяция большого однорогового носорога или большого индийского носорога составляет около 3700 особей. Что значительно больше, чем приблизительное количество в 200 особей, остававшихся на рубеже 20 века. Условия строгой охраны и управления со стороны индийских и непальских властей и их партнеров позволили вернуть вид с грани исчезновения. Да, но белых северных носорогов осталось всего два, и они обе самки. Изменено. По большей части причина в браконьерстве. В 80-е годы их численность сократилась до 15 особей. Но к 2003 году, благодаря активным действиям, удалось восстановить численность до 32 особей. Однако затем браконьерство участилось, и в настоящее время они практически вымерли. В одном из отчетов ЦРУ, посвященных программе беспилотных ударов на территории Афганистана, отмечается, что на одну военную цель приходится 50 жертв среди гражданского населения. Их причисляли к боевикам, хотя среди погибших были бабушки и малыши. Хранилище ядерных боеприпасов в штате Вашингтон охраняют дрессированные дельфины, которые выслеживают незнакомых дайверов и пережимают им баллон с воздухом. Я чувствовала себя такой дурой, набирая это в гугле, потому что ни в какую не верила, что это правда. Но нет, черт возьми, все реально так. Это просто гениально. Капли дождя падают не в форме капель, как это принято считать. Они падают в виде маленьких парашютиков или булочек для гамбургеров. Исаак Ньютон предсказал, что конец света наступит в 2060 году. Мы не знаем, прав он или нет. Узнаем через 38 лет. Не совсем. Он заявил, что конец света наступит не раньше 2060 года. Я не помню, когда была самая поздняя дата. Получая тяжелую травму, крабы выпиливаются, защемляя клешнями свой собственный мозг. Ладно, поясню. Я, сам источник этой информации. В детстве для меня самым быстрым способом получить наживку для рыбалки было ударить палкой какую-нибудь мелкую живность. Согласен, это полная жесть. Я никогда так больше не буду делать. По какой-то причине мне казалось, что ракообразные не чувствуют боли. Типа они даже не понимают, что к чему. Но естественно, они что-то чувствуют, иначе они бы так не реагировали. Как заметили в комментах, ниже они, скорее всего, атакуют то, что воспринимают как чужеродный объект. Причем этим объектом является их собственный панцирь, вдавленный им в мозг. Выходит так, что они, пытаясь от него избавиться, убивают сами себя. Для создания спрайтов в игре Donkey Kong Country использовалась та же компьютерная программа, что и для создания CGI в парке юрского периода. Это была прекрасная эпоха в видеоиграх, начиная с Donkey Kong Country и Clay Fighter, заканчивая Mortal Kombat и Killer Instinct. Идея заключалась в том, чтобы делать фотографии или высококачественные CG-рендеры и превращать их в спрайты. Британцы обучали чаек гадить на перископы вражеских подводных лодок, пока не подяли, что чайки не могут летать настолько далеко в море. Немного не так. Если я не ошибаюсь, они пытались создать для них ассоциацию перископов с едой. Тренировали их так, чтобы те кружили вокруг перископов. Таким образом, береговые патрули, замечавшие кружащих птиц, могли узнать о расположении немецких подводных лодок. Ваша иммунная система не знает о существовании ваших глаз. Они обладают иммунной привилегией, позволяющей избежать воспаления в случае травмы. Глаза имеют собственную иммунную систему. Если иммунная система вашего организма обнаружит иммунную систему глаз, она ее уничтожит, и вы ослепнете. Теперь мой мозг знает этот факт и сообщит об этом моей иммунной системе. Мне жопа. Человек по имени Ангус Барбери не принимал пищу в течение 382 дней. Он страдал ожирением и жил только на чае, воде, газировке и кофе. При этом еженедельно посещая больницу для приема витаминов и электролитов. Он сбросил почти 120 килограмм. Достигнув нужного веса, мужчина прервал диету, съев яйцо. Примечание. Это очень опасный метод снижения веса. Недостаточное количество белка в рационе может привести к заболеваниям сердца. Люди, страдающие ожирением, умирали от сердечных приступов при попытке похудеть таким способом. Да, это крайне опасно, но интересно, почему у него получилось. Я читал предположения некоторых людей. Кто-то говорил, что несмотря на то, что он был таким крупным, он при этом легко передвигался. А это значит, что у него, по всей видимости, были большие мышцы, и в них накопился избыток белка. Добавим к этому еще то, что он принимал добавки в виде аминокислот. Так или иначе, научных данных об экстремальном голодании не так уж и много. Не уверен, что многие знают об этом, но у Луны есть что-то вроде атмосферы. Однако она настолько тонкая, что считается экзосферой. Она действительно очень тонкая. Я узнал это из книги Дэвида Вудса «Как Аполлон летал на Луну». Неудивительно, если учесть, что общая масса естественной лунной атмосферы оценивается примерно в 10 тонн. Цифра очень похожая на количество газов, выделяемых во время каждого полета Аполлона. В основном при работе его посадочного и взлетного двигателей. По сути, каждый полет Аполлона временно удваивал массу всей лунной атмосферы. Евреев изгнали из Испании в 1400-х годах. До 1966 года в Испании не рождалось новых евреев. Моя жена получила уведомление от испанского правительства о том, что ее семья является потомками изгнанных евреев. И ей было предложено подать заявление на получение гражданства. Сперматозоид был открыт голландцем Антони Ван Левенгуком. Для исследований он использовал свою сперму, а также сперму собаки. Самый продолжительный оргазм среди млекопитающих у домашней свиньи. В среднем оргазм длится 30 минут, но может продолжаться и до 90 минут. Твоя мать счастливая женщина. Операторы башенных кранов какают в ведро. Спасибо за эмодзи, так мне стало более понятно о чем ты. Вращение земли постепенно замедляется и скоро в сутках будет больше 24 часов. Ну, скоро с точки зрения геологии. Ты имеешь в виду, что скоро у нас будет 24 часа? Ведь сейчас день длится 23 часа 56 минут. Современные люди существуют около 200 тысяч лет. Человеку около 6 миллионов. В каменном веке мы жили около 2,6 миллионов лет. Мы не были первыми, кто использовал каменные орудия. Скорее всего, другой вид, наш близкий родственник, использовал их примерно за 700 тысяч лет до появления первого человека. Шимпанзе и некоторые другие животные в настоящее время находятся в каменном веке. Динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Трицератопс, вероятно, был последним вымершим видом. Если я правильно помню, трава появилась на планете только 66 миллионов лет назад. Поэтому лишь последние представители динозавров застали траву. Люди, находящиеся в нескольких минутах от собственной смерти, инстинктивно понимают, что они скоро умрут. Вы можете увидеть это в их глазах, да и они часто сами говорят об этом. У меня случился разрыв аневризмы в головном мозге. Я знал, что я умираю и сказал своей родственнице, что я очень скоро умру. Прежде чем я начал вырубаться, я сказал ей, что нужно передать моему взрослому ребенку и моей маме. Когда я лег и закрыл глаза, я знал, что это было в последний раз. В этот момент ты просто все понимаешь. Для меня было неимоверным отчаянием осознавать, что эти несколько последних минут и секунд – это все время, которое у меня осталось. Когда я все еще могу испытывать чувство любви к своему ребенку и маме. Впереди вечность небытия. Слов не хватает описать те чувства. Но в итоге хирург вскрыл мой череп, смог пережать артерию и остановить неизбежную смерть. Более 50% людей с разрывом аневризма умирают. А у 70% выживших наблюдаются повреждения головного мозга. В течение месяца я находился в отделении реанимации и невралгии. Когда я очнулся, я не вскрикнул радостным голосом «Ага, я жив!». Нифига подобного. Я проснулся от мучительной боли. У меня были сильные спазмы в мозге. И я ощущал этот мир как раненое, разъяренное животное. Едва ли разумное. Вообще не весело. У меня для вас есть один любопытный факт, связанный со старым кухонным прибором. И этот факт состоит из нескольких других интересных научных фактов. Честно говоря, я узнал обо всем этом из видоса на ютубе, на котором сейчас 1,6 миллионов просмотров. Так что, по крайней мере, столько же людей, скорее всего, и знают об этом. В общем, когда вы что-то варите в кипящей воде, оно всегда готовится при температуре кипения воды, независимо от того, как долго оно там находится. Как только вода начинает кипеть, любое дополнительное тепло, что вы прикладываете, преобразует воду в пар. То есть, по сути, вода уже не может стать горячее. Чем жарче огонь, тем быстрее вода выкипает. Но на уровне моря температура воды в жидком состоянии никогда не поднимется выше 100 градусов Цельсия. Далее, если нагреть магнитный металл, то в конце концов он потеряет свои магнитные свойства. Если это настоящий магнит, то вы его окончательно размагнитите. Если же это обычный кусок металла, то он просто потеряет способность прилипать к магниту. И это свойство вернется, когда он остынет. Точная температура, при которой это происходит, зависит от металла. Скомпоновав эти факты вместе, можно создать практически идеальную автоматическую рисоварку. По сути, вам нужно взять металлическую кастрюлю, засыпать в нее рис и залить воду в нужных пропорциях и поставить кастрюлю в рисоварку. В ней установлен нагревательный элемент определенной мощности, который нагревается и кипятит воду. Кастрюля будет находиться при температуре кипения воды до тех пор, пока в ней будет оставаться вода, так как она будет поглощать всю избыточную энергию, превращаясь в пар. Если были выполнены все условия, то при фиксированном нагревательном элементе вполне легко предсказать время закипания воды. Именно это время будет оптимальным для приготовления соответствующего количества риса. Как только вода выкипит, кастрюля начнет быстро нагреваться. Если оставить все как есть, рис быстро подгорит и испортится. Однако, под металлической кастрюлей рисоварки находится кнопка, которая опускается с помощью пружины, но при этом прижимается кастрюле магнитной силой от прикрепленного магнита. Кнопка изготовлена из металла, который теряет свои магнитные свойства чуть выше температуры кипения воды. Как только вода выкипает, кастрюля начинает нагреваться и быстро убирает магнетизм кнопки, которая под действием пружина притягивается и автоматически отключает нагрев. Вот вам идеально приготовленный рис с помощью физики. Изменено. Видео, о котором я говорил. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, о каком факте почти никто не знает. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока.